Всем привет! Как видите, я нахожусь на севере с бочкой, такой странной, точнее смешной, огроменной бочкой за спиной. Я думаю, вы уже догадались, о чем пойдет сегодняшнее видео. Правильно! 19 числа в Mail.ru внесли небольшие изменения в аккиумные вот эти все посадки. Вот видите, сейчас само дерево занимает громаднейшее просто пространство, и на большом уголе влазит теперь всего лишь 4 дерева. Стоят они по-прежнему 5 дельфийских звезд, правда немножко курс, наверное, в связи с ажиотажем на аукционе вырос, по крайней мере на Мелиссаре они сейчас стоят 19-20 золотых монет. Некоторые люди начали переживать, что вот, все, подняли дробь, теперь не будет хватать воды, караул катастрофа, вода долго респится, что же делать? Я не знаю, что за паника, вот есть прекрасные уголки в каждой локации, в частности в Моемаре, где тьма тьмущая этой воды, можно спокойно полить пару пугал, и я не думаю, что прям каждый будет каждый день засаживать по 50 этих аккиумных деревьев, потому что все-таки даже, не знаю, 20 золотых за одно дерево это деньги. И они, напомню, сами деревья, они одноразовые, то есть вы их посадили, полили, собрали, и все, пугало у вас пустое. Поэтому паниковать не надо, всегда есть маленькие такие уголочки, где можно найти вот эту всю воду. Вот, по крайней мере, здесь я прикинула штук 10 или 15 вот этих вот таких источников, где можно набрать водичку. Вот, значит, я посадила на двух пугалах 8 деревьев. Так, сейчас я их полью и попозже, ну, точнее, во времени переключусь, скажем так, и мы посмотрим, что я с этих деревьев соберу, насколько увеличили сам дробь, и стала ли эта затея выгодной. Итак, вот они, наши 8 деревьев стоят, красивые ветки разбросали. Жмем, опознать, Аккио. Синенький. Чего нам дадут? Пыль, 37 штук. Ого, интересненько. Сколько же дадут слитков? Так. 15 слитков. Прикольненько. Так. Сейчас я соберу все 8. Посчитаю, сколько я потратила, сколько я получила с 8 деревьев, без учета очков работы, естественно. Я не люблю прям настолько дотошно обсчитываться, учитывая, что очки работы у меня копятся, и я не трачу банки. То есть я считаю, что они мне достаются бесплатно. Так, синие. Снова. Что-то один синий Аккио. Интересненько. О, красный. Еще. А, нет, пыль. 35 штучек. Так, пыль. 35, 37, 35. Значит, примерно вот в этих числах и дается. Будем считать в среднем 36. А слитков трижды по 15. Ой, зеленая, боже, я надеялась, что тебя убрали из дроб. Еще и слитками дали. Ну, слитками приятнее, чем этим самым. Так, ну что ж. У нас получается 109 синей пыли, 35 красной пыли, 17 зеленых слитков и 45 синих. Ну что, давайте теперь посчитаем, сколько у нас получилось навара. Пыль лунного Аккио. У нас их 109 штучек. Будем считать по 40 серебра и 47 меди. Получилось у нас 44 золотых и 2 серебряных монеты. Пыль солнечного Аккио. 35 штучек по 60, ну, грубо говоря, по 61 серебру. Получается 21 золотая монета, 35 серебра. Да. Хм, пока непонятно. Так, пыль солнечного, слиток, лунного Аккио. 2 золотые монеты. Будем округлять. Понятно, без высчитаналогов. Не надо мне подсказывать, что я посчитала все неправильно, не учла все эти самые. Получается у нас слитки звездного Аккио. Ой, слитки лунного Аккио получились на 89 золотых. А слиток звездного Аккио вообще копейки 5,4. Это получается у нас всего лишь одна золотая монета. Итого, если все сложить, у нас получилось 156 золотых монет мы заработали. Не так вроде бы и мало, но и вроде бы не так и много. Если прикинуть, что мы эти деревья покупаем не за дельфу, а за золото. В среднем сейчас стоит 20 золотых монет. То есть 20 умножили на 8, получается 160. А мы заработали 156. Уже уж, Людмилюс. Не считая очки работы. И не считая время свое. То есть, может быть, когда ажиотаж спадет через недельку-полторы. И люди перестанут, например, сажать эти акиные деревья. То, может быть, можно будет уйти в плюс. Также еще можно подумать, посчитать, если перерабатывать это в эссенции. Потому что, смотря какая цена за эссенции, иногда очень часто переработанная уже прям готовая продавать. А пыль, она получается самая дешевая. Там очки работы на переработку тратится всего одно очко. Это одна переработка. В результате можно уйти немножко в плюс. Но я не думаю, что прям такой бешеный плюс получится. Учитывая, что сейчас мы ушли в минус. Не учитывая очки работы. То есть, посмотрим, что будет через недельку. Ну, вот такая вот статистика. Попробую я еще, конечно, дня три, наверное, по откату сажать эти деревья. Посмотрю вообще, какой шанс на синюю, красную, зеленую. То есть, может быть, там у меня шиканут и деревья вывалят мне из восьми шесть красных слитков. Ну, все это посмотрим. Это все рандом. И как бы на это надеяться только, не знаю. Ну, в общем. Спасибо всем, ребята, за просмотр моего гайда. Надеюсь, он был кому-то полезен. Подписывайтесь на наш канал и заходите в группу ВКонтакте. Оставляйте ваши комментарии, пожелания. И просто пишите, поболтаем. Всем удачного фарма, ПВП, приятной всем веселой игры. И до новых встреч. Пока-пока.